Президент Вадим Красносельский встретился с женщинами-руководителями общественных организаций. Более двух часов говорили о проблемах, которые волнуют приднестровцев. Речь в частности шла о медицине, работе троллейбусов и, конечно, о предстоящих выборах президента России. Подробности в нашем сюжете. Задать вопрос президенту и получить ответ из первых уст. В канун праздника Вадим Красносельский встретился с приднестровскими женщинами. Это руководители общественных организаций. Среди них были национальные по вопросам помощи инвалидам, защиты животных, а также многие другие. Гости поднимали самые разные темы. Одна из них – пенсии. В минувшем году была девальвация приднестровского рубля, инфляция. А размер пенсий, пособий и зарплат бюджетников остался на прежнем уровне. Я вижу необходимость однозначной компенсации и поручил правительству разработать три варианта. Это повышение на 7%, там 10 и 12, прогнозы, нагрузки на бюджет. Наша экономика находится в состоянии оздоровления, это тоже, в принципе, очень хорошо. Люди почувствуют, когда они почувствуют материальное благо, то есть повышение пенсии, повышение зарплат. По словам президента, вопрос повышения пенсии и зарплат сейчас обсуждается. Правительство также работает над тем, чтобы выделить субсидии под жилым людям, пенсии которых ниже прожиточного минимума. У нас сегодня около 20 тысяч пенсионеров, которые пенсия не дотягивает даже до 1100 рублей. Есть те, в основном это в прошлом работники бюджетной сферы, это воспитатели, это нянечки, санитарки, которые отработали, в общем-то, всю свою жизнь, но в силу того, что заработная плата была небольшой, они сейчас получают кто 700 рублей в пенсию, кто 800 рублей, и совершенно очевидно, что жить на эти деньги не представляется возможным. Обсудили также вопросы здравоохранения, говорили в частности о ценах на лекарства и медобслуживание, особенно в корпусе химиотерапии, на персонал много нареканий. Президент поручил Минздраву провести с медиками беседу и ни в коем случае не допускать хамства в отношении пациентов. Поднимали на встречу также проблему движения троллейбусов. Место бендер привезли на западный, да, вот, и этот раз точно так, только вовремя предупредили. Вышли люди с одного троллейбуса, их посадили в другой, надо, ну, как-то вопрос поставить, изменить там графики, они говорят, ну, графики, вот, надо графики поменять, ну, для людей надо что-то сделать. Раз такая ситуация, и раз есть обращение, дайте, пожалуйста, сигнал такой хороший, вот, чтобы не вы только были виноваты в этой ситуации, а те должныстные лица, которые конкретно за это отвечают. Найдем виновного. Да, да, назначать не надо виновного, а вот найти, конечно, надо, и поправить ситуацию самое главное. Сетовали женщины и на работу выездного пункта консульского обслуживания в Тирасполе. По их словам, записаться на прием по телефону сложно. Мы, конечно, усилили своим личным составом, именно своими паспортистами, чтобы максимально разгрузить именно российских коллег, помочь им, скажем так, в организации труда, это первое. Второй момент, значит, я уже обратился в компанию «Триднестракон», чтобы эти телефоны сделать бесплатно, усилить линиями, чтобы людям не приходили счета за то, что они висят на телефоне. Это будет сделано. Второй момент. Третий момент. Я обратился уже к послу Российской Федерации, Фариду Мабаракшевичу, все-таки с тем обращением, что, учитывая, что мы живем в 21 веке, пора уже организовать не телефонный прием заявлений, а электронный. Затронули на встречу и предстоящие выборы президента России. Напомним, что 18 марта в Приднестровье откроются 24 избирательных участка. Я хотела бы выразить уверенность в том, что все будет хорошо, выборы президента России в Приднестровье проявят гладко, без эксцессов. Мы хотим провести демократично данные выборы, чтобы народ показал свое отношение к тому или иному кандидату. Отношение к выборности у нас особое в Приднестровье. В многих городах и районах России это больше формальное. А у нас это как бы вот уже праздник такой национальный. Ну так оно и есть. Звучали на встрече предложения. Одно из них установить селение Завертайловка – бюст молдавскому поэту Николаю Цуркану. Президент идею поддержал. Александр Логутин, Егор Бекерский и Роман Лицуков. Первый Приднестровский телеканал.